Суперматч Козлы против Эгресси И это обзор этого самого суперматча, где было забито много мячей Поэтому все главные моменты этой встречи прямо сейчас мы вспомним Ну, во-первых, нужно сказать, что судил этот матч Дмитрий Жилинский, который прямо в день игры объявил о том, что, друзья, да, несмотря на то, что из Московской области пришла эта рекомендация-запрет на то, что судьи из области не могут больше судить МФЛ, он остается в МФЛ И вот его игра сразу после этого заявления, игра Козлов против Эгресси Это аутсайдер группы Б Ну и понятно сразу, что это команды, которым очень много нужно было в этом матче, а именно три очка Все началось вот с этого эпизода Пенальти в ворота Эгресси Пенальти, который не вызывал никаких вопросов И Шариф Мухаммад, который был очень близок к тому, чтобы в челленджах принести очко команде Гуди Но не смог этого сделать, несмотря на то, что он боролся в самом финале Очень достойно Зато он реализовал пенальти Но Шариф еще свое слово скажет дальше В этом матче Паша Чапурин впервые вышел в основном составе в воротах У Эгресси дотянулся, почти дотянулся до этого мяча Но все-таки Шариф был очень точен Здесь Паша точно дотянулся и отбил мяч в центр штрафной площади Откуда уже последовал удар жестокого А дальше уже, если бы не защитник Эгресси То Глеб Сахарченко переправлял мяч в ворота Защитник все же мешал Ну а это эпизод выдающийся с Дмитрием Градиленко, тренером Козлов Который вот такое исполнил после легкого касания Ну или, по его мнению, конечно, серьезнейшего касания Игоря Струнина Дмитрий Градиленко в этом соне МФЛ Ну просто супер открытие в медийном плане Просто звезда А это пенальти уже в ворота Козлов и Глеб Алексеев Который вот так красиво Этот пенальти реализовал Илья Абаев Прошлый вратарь клубов РПЛ Не смог справиться Хотя и угадал направление полета мяча Но, конечно, траектория полета была такая тяжелая Что, ну, как попробуй такое выдащить Сравнивает счет Эгресси И посвящает этот гол Василию Уткину в том числе И дальше было очаровательное празднование Вот, вот это, да Кстати, это идея самого Василия Уткина Дальше Василий Уткин уже журил больше футболистов Которые забывали так праздновать Гэлл Это лучший гол, возможно, и даже тура Четвертого тура Степан Бурлуцкий Это уже эпизоды второго тайма Степан Бурлуцкий получает мяч от Дамира Курамшина Вот такая скидка Это камера арбитра И Степан Бурлуцкий забивает этот шикарный гол Вспоминается, конечно, гол Цая за десятку ворота Броуков Но мне кажется, что этот мяч вполне может поспорить с голом Цая По великолепию Ну, вы можете в комментариях, конечно, дать понять Как вы думаете, является ли этот гол одним из лучших В этом сезоне медийной футбольной лиги И, конечно же, Степан Бурлуцкий тоже так отпраздновал свой гол С Василием Уткиным Отсылочка к их конфликту с Камилом Гаджиром Еще один пенальти Здесь Сминчугов нарушил правила И Шариф Мухаммад снова это сделал Дубль Шарифа Хороший удар в левый верхний угол Паша не мог здесь Чапурин никак спасти свою команду И после этого, после того, как счет стал 2-2 Футболисты Козлов были очень близки к тому, чтобы выйти вперед Николай Воронин, футболист сборной России Среди глухонемых, который оказался в Козлах По, скажем так, рекомендации, протекции Анатолия Тимошукан Сделал пас на Лопеса Тот пробил в левый верхний угол Почти попал Дальше у Лопеса был еще один шанс Он пробил сильно Но Паша Чапурин на месте Вот что было дальше Козлы теряют мяч на своей половине поля И все заканчивается шикарной подачей от Кулика С левого фланга И Тарас Крикунов Как он выпрыгнул Посмотрите на зависть Криштиану Роналду И какой удар В ближний угол Тарас Крикунов забивает третий гол в ворота Козлов Но и это было еще не все Шикарный гол получился И после этого, естественно, Тарас Крикунов Вместе с футболистами команды Тоже понеслись туда К Василию Уткину В своем уже таком фирменном в этом матче стиле Отпраздновать гол Что касается действий вратаря Здесь, конечно, тяжело винить Илью Абаева Здесь центральные защитники Которые упустили Тараса Крикунова Так нельзя отпускать футболистам Но Тарас забивает И получает объятие своих партнеров по команде Концовка матча 90-ая минута Шариф Мухаммад против Дамира Курамшина Вот такое здесь противостояние Но еще до этого Мухаммад ударил соперника В ситуации, находясь лежа ногами Получил вторую желтую карточку Дамир Курамшин получил свою первую желтую карточку А через полминуты Дамир Курамшин После этой контратаки Эгресси Забивает Четвертый мяч в ворота Козлов Мираб Базаев протащил мяч По правому флангу После скидки от Вадима Сминчугова Ну а дальше прострел проходит через ноги Рикошеты Но главное, что доходит до Дамира Курамшина А Дамир Курамшин просто вонзает мяч В сетку ворот Команды Козлы В сетку ворот Ильи Абаева И это точка в этом матче Поздравляем команду Эгресси Дон с победой, Дон Василий Уткин Эгресси С победой поздравляем 4-2 в пользу Эгресси Ну а команду Гуди поздравляем с тем, что Они забили первые свои голы В медийной футбольной лиге Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»